Предложение агентства и представленный план по модернизации тепловых сетей затрагивает важнейший сектор теплоснабжения, жизнеобеспечения населения и очень актуально на сегодняшний день. Министерство поддерживает в целом предложение агентства по подходам к модернизации тепловых сетей. При этом мне хотелось бы обратить внимание на следующее. По программе ЖКХ, модернизации ЖКХ с 2011 по 2020 год на реализацию проектов по модернизации предусмотрено 176 миллиардов тенге. И при этом, собственно, на сети теплоснабжения предусмотрено, если уже в годовом исчислении брать, например, на 2014 год, предусмотрено 6,1 миллиарда тенге. И Мурат Магаянович говорил о первом варианте, где основные расходы предполагается закрывать за счет тарифа, то, по сути, то, каким образом мы сейчас финансируем модернизацию сетей теплоснабжения, это, по сути, близко к этому самому, ну, вернее, даже не к первому варианту, а в случае изменения тарифной политики это будет, по сути, первый вариант. Поэтому увеличение с 6,1 миллиарда в год до 20 миллиардов в год в шестилетнем периоде за счет республиканского бюджета, плюс 2 миллиарда за счет ежегодно местный бюджет, плюс порядка около 10 миллиардов тенге за счет тарифа в год, понятно, что позволит существенно улучшить ситуацию с теплоснабжениями, с потерями в сетях. При этом я хотел бы отметить, что предложения агентства, и мы и в этой части поддерживаем эти предложения, они касаются 17 городов, областные центры, Астана, Алма-Ата, плюс семей. Но при этом важно понимать, что на эти города приходится, собственно, 6 тысяч километров труб, всего у нас теплосетей в двухтрудном исполнении 12 тысяч 200 километров. И задача состояния этих сетей 40% по бухгалтерскому учету, собственно, все предложения относительно модернизации сетей базировались на данных бухгалтерского учета, 40% этих сетей уже имеют 100% износ. И далее я хотел бы сказать о том, что при реализации программы модернизации сетей теплоснабжения нужно будет принять во внимание то, что 23% сетей находятся в частной собственности. Нам, министерству, совместно с Акимами, необходимо будет отработать механизмы модернизации сетей, находящихся в частной собственности. То есть это, прежде всего, конечно, упор на то, чтобы за счет тарифа модернизировались те сети, которые в частной собственности. Те сети, которые не могут быть модернизированы за счет тарифа и находятся в частной собственности, необходимо будет, как это в ряде областей происходит, решать вопросы по передаче в коммунальную собственность. Затем с обратным возвратом их в управление нынешним собственником сетей. Это организационные вопросы, которые необходимо решать. Почему я сказал, что мы поддерживаем предложение в целом? Все-таки для того, чтобы определить приоритетность ремонта, замены участков сетей, необходимо закончить ту работу, которую Министерство регионального развития начало. Мы в текущем году заканчиваем обоснование инвестиций по системам водоподачи и водоотведения. Что касается обследования и разработки обоснования инвестиций по теплоснабжению, то на сегодняшний день с 2011 по 2013 год было выделено 750 миллионов тенге и 3200 километров или 25% общей протяженности тепловых сетей, из них 2600 метров, 2,6 километра в областных центрах были обследованы. Для того, чтобы эффективно использовать бюджетные средства, для того, чтобы действительно модернизации подвергать те сети и те участки сетей, которые в этом больше всего нуждаются, конечно нужно проводить обследование. И для того, чтобы ускорить этой работы, необходимо будет соответствующее финансирование. Но само по себе обследование не даст никакого эффекта, если оно не будет предшествовать разработке обоснования инвестиций. Я уже сказал о том, что обоснование инвестиций по модернизации сетей водоподачи и водоотведения в текущем году мы в целом заканчиваем по городам. И такую же работу необходимо будет проводить по системе теплоснабжения, по сетям теплоснабжения. И это также требует соответствующего финансирования. И я думаю, что тогда можно будет уже однозначно просчитывать эффект от модернизации каждой системы. Но если принять во внимание, что все-таки тариф отражает затраты на теплоподачу, а теплоподача начинается с затрат на теплостанциях, и в целом, если говорить о потерях, то у нас поровну делятся потери тепла на станциях, на сетях, и плюс в основных объектах потребления тепла – это жилых домах. И в целом, если говорить о теплопотерях, то они достигают 39%. И понятно, что общий эффект может быть достигнут, если по всем звеньям, по всем направлениям будет проводиться комплексная работа. Тогда можно будет ожидать, что те тарифы, которые сегодня есть, будут достаточными для того, чтобы обеспечивать... Ну, ежегодно не осуществлялась эскалация их роста. В связи с этим, поскольку это комплексная задача, в настоящее время разработан проект концепции модернизации системы теплоснабжения. Данная концепция предполагает проведение централизованного технологического обследования котельных, разработку эффективных схем теплоснабжения городов и населенных пунктов, выработку и примедение единой технической политики, проведение перевооружения котельных, замену оборудования на котельных с установкой на современные системы, широкомасштабная замена тепловых сетей, внедрение автоматизированных систем управления технологическим процессом, приборизация жилого фонда, в том числе с установкой автоматизированных систем теплоснабжения. И в настоящее время концепция согласовывается с государственными органами, и ее планируем внести в правительство. Но еще раз скажу, что обследование, разработка, обоснование инвестиций – это работы, которые потребуют, ну где-то для их полного завершения, потребуют 2-3 лет. И понятно, что нынешнее состояние сетей требует, уже начиная с сегодняшнего буквально дня, изменение подходов к их модернизации. И поэтому вот те предложения, которые сегодня вынесены на заседание правительства Аремом, которые отталкиваются от предельно возможного роста тарифов в среднесрочной перспективе, и плюс отталкиваются от того согласованного объема бюджетного финансирования, которое на сегодняшний день может быть выделено, мы, безусловно, поддерживаем, но еще раз скажу, что нет ничего вечного, и поэтому вот та концепция, о которой я говорил, ну она будет предполагать, что все-таки в этом же среднесрочном периоде нам нужно будет, ну, несколько менять акценты, уточнять эти акценты в политике, в области модернизации системы теплоснабжения. Спасибо.